Здравствуйте, туристы и милитаристы! Миркат – это у нас Сурикат. Сурикат от Максейс. В очередной раз респект и уважуха за полный набор винтов и втулок, которые прилагаются к ножу. И вот, как я вам уже сказал на недавнем обзоре Sandstorm 2.0, что у Максейс есть просто такие вот какие-то сумасшедшие проекты, невероятно огромные, тяжелые, с каким-то гигантским количеством просто граммов в М390 и в Титане. Есть какие-то действительно супер модели типа того же самого Голиафа. Хотя, вы знаете, вот я вам скажу честно, Голиаф – очень классный нож. Но я люблю больше Битл от Максейс. Вот там просто вот все мое, как полагается. И также Максейс преуспели в, скажем так, ну и опять же, по нынешним временам 80 мм – это точно не маленький нож. Это именно что среднеразмерный и DC-шник. Почему? Потому что 80 мм, если вспомнить, скажем, за год 2023, все, что я вам показывал, то большинство, наверное, ножей, которые я вам показывал, складных, у них меньше 80 мм клинок. Так что здесь гнать, как говорится, не надо. У нашего сариката есть один недостаток. Даже не недостаток, но есть один нюанс, к которому я сейчас только что отнесся вполне себе критично. Клипса короткая, красивая, титановая. Посадка ножа неглубокая. Здесь полтора сантиметра торчит. Огромное отверстие под темляк. Здесь, я не знаю, там три, наверное, или четыре даже пятых паракорда влезут в это отверстие. Но вот то, что обычно записывается ножам в достоинство, здесь я больше склонен обозначить это как недостаток. Потому что клипса невероятно тугая. Она, ребята, просто нереально тугая. То есть, по факту, я скажу, что мне пришлось, ну, с учетом того, что я вам показываю вот эти вот джинсы, они не на мне. И мне эту клипсу пришлось двумя руками, то есть, одной рукой вот так вот именно отгибать и втаскивать, двумя руками ставить нож на карман. То есть, это действительно, ну, такой перебор, мягко говоря. Ну что, зато здесь вот отверстие, несмотря на то, что те, кто меня постоянно смотрит, вы знаете, что я вот эти вот всяческие холлы не очень жалую. Раскрытие за отверстие я не очень люблю, но здесь отверстие вот именно по размеру, а самое главное, по месту, под мои пальцы, под мои колбаски настолько удачное. Ну вот я сказал, похвалил, что именно средним пальцем раскрывается все отлично. Ну и большим, старым, дедовским, сэловским способом совершенно спокойно все это раскрывается. Посмотрите, какой красавчик. Действительно, здесь такой гарпунообразный клинок присутствует, сатин присутствует, драйбиструйка, которую почему-то производители назвали Stonewash, но здесь даже близко не Stonewash, здесь именно Bitblast. Но, ну ладно, по сути, ничего не меняется от этого. В очередной раз похвалю Maxace за красивый шрифт, вот тоже молодцы. Итак, получается у нас действительно невероятно симпатичный и очень-очень видно с потенциалом именно нарезательным, там, в том числе и протыкательным, и каким угодно нож. Посмотрите, как я его в отвертку сразу взял. То есть, у меня отверточный хват здесь просто сам по себе возник из ниоткуда, и он невероятно удобный. Диагональный хват здесь удобный, вообще вопросов нет, здесь упирается в ладонь рукоять, все четко, все по месту, опять же, вот эта вот подпальцевая выемка, все классно. Но отверточку взял, и здесь и клинок ровно идет по центру приложения силы. И вот этот вот небольшой, практически незаметный уход рукояти вниз настолько удобно, что просто капец. Так, дальше это еще не все. За счет строения рукояти вот здесь у нас совершенно спокойно располагается указательный палец, и этим ножом, этим небольшим фолдером можно запросто строгать, сколько влезет. То есть, это действительно, вот, как раз-таки не из серии титановых мутантов, а из серии титановых, очень-очень продуманных, умных именно EDC-шников нож. Ладно, пожалуй, давайте к ТТХ перейдем. Меркет Максейс, номер модели или М13А, или М13Б, в зависимости от цвета рукояти. Дизайн Максейс, длина 180 мм, длина клинка 80 мм, ширина клинка 30 мм, толщина по обуху 4 мм. Обычно я в этот момент начинаю, ну, блин, зачем, там, перекачали и так далее, и так далее. И здесь спуск-то, казалось бы, не от обуха. Но, ребят, вот, нет никакого сомнения, что это резачок. Вот, посмотрите, я думаю, что у вас, вот, кромка еле-еле угадывается. У вас, я думаю, что тоже нет никакого сомнения в том, что это именно что резак, и здесь настолько удобно. Вот, один из, вскрывательный, скажем так, хват, встает вот сюда указательный палец, раз, чик-трак. Надо чуть-чуть еще потоньше, вот сюда средний, в самое начало указательный, и начинаем скальпировать. То есть, с точки зрения, вот, несмотря на явный, явно перекачанный обух, у меня нет вообще никаких сомнений в том, что этот нож будет шикарнейшим образом работать по продуктам. Сам по себе нож получился очень красивый. Коротенький, аккуратненький, аккуратненький титановый бэкспейсер в цвет к клипсе и к винтам. Все по уму, все красиво. Видите, титан, несмотря на то, что не тяжелый, но вырезана внутри такая аккуратная рамка. Все по красоте, все очень круто. Так, я, пожалуй, вам расскажу дальше ТТХ. Что-то я сегодня как-то не сконцентрированный. Вес 110 грамм, сталька CPM S90V на 59,60 единиц, заявлена твердость. Рукоять Титан, фреймлок, подшипник. На ламни этот нож стоит всего 183 евро. И вот в данном случае я считаю, что это действительно всего. Почему? Потому что Maxace, это действительно, это уже имя. Имя состоявшееся на каких-то действительно очень классных проектах. Здесь крайне породистые материалы, здесь шикарная безупречная механика, здесь очень красивый дизайн. По нынешним временам цена до 200 евро за такой ножик, это прям действительно подарок. Сейчас вполне возможно в меня прилетят чьи-то тапки, но здесь уже как повезет, как говорится. В общем и целом, сурикат получился действительно симпатичный. Как вы видите, здесь вот действительно такой гарпунный выход. Почему гарпун? Потому что выход наверх вот этой части обуха, и он же снят фальшлезвием. То есть получается действительно такой вот очень-очень красивый клиночек. И, конечно же, как видите, никакие плавники, никакие вот выставим вот по этой линии, видите, ничто не мешает практически всей режущей кромкой орудовать при какой-то нарезке. Очень-очень продуманный получился, повторюсь, не малышок, а нож среднего размера. Пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Всего доброго, пока! Продолжение следует...